Всем привет! Мы снова в лесу. И сегодня очень практичный, очень удобный костер для приготовления пищи, который я называю плита. Этот костер очень хорошо делать во время достаточно длительной стоянки, на несколько часов. Если речь идет о часовом отдыхе на обед, о каком-то быстром перекусе, более для одного, то делать такую конструкцию, конечно же, не стоит. Для одного человека вскипятить литр воды, там что-то, кашку, супчик какой-то быстро приготовить зимой. Да и летом очень хороший вариант, который я показывал в видео, быстрый костер у Валежины. Вот сзади меня как раз тот самый случай. Вот этих сучков вполне хватит для того, чтобы вскипятить небольшой котелок чая, приготовить себе что-то поесть. Этот костер плита, он уместен, когда вы останавливаетесь на достаточно длительный отдых. Например, на вечер ночуете и утром продолжаете пользоваться. Либо это какая-то дневка, либо в каком-то лагере вы это делаете. Изготавливается этот костер достаточно просто. Берутся два бревнышка. Длина этих бревен и их толщина зависит от того, какая у вас посуда, насколько человек необходимо готовить. Необходимо четко соизмерять калибр вашей посуды и длину и толщину этих бревен. Если у вас армейский котелок, в котором нужно вскипятить литр чая или что-то пожарить на сковородочке, конечно же, вот такую громадную конструкцию для этого делать не нужно. Для армейского котелка будет достаточно двух бревнышек длиной 30-40 см и толщиной примерно 10 см. Размер костра, он, конечно же, должен соответствовать масштабам вашей посуды, вашего обеда. Для одного человека вполне достаточно вот такой конструкции. Что-то вскипятить, что-то пожарить. Когда группа большая, то и посуда применяется более емко и здесь уже ее можно спокойно разместить. Несколько котелков больших, какую-то большую сковородку и так далее, что-то там в углях запечь. Я вот сегодня специально для наглядности принес котелки побольше. Кто в старой закалке помнит такую посуду, это еще у моих родителей котелки и сколько было в детстве съедено ухи, каши, рыбы, жареные на этой сковородке, чаю выпитый из этих котелков. Не сосчитать. Прямо вот с теплотой вспоминаю эту посуду из своего детства. Сегодня принес ее показать просто для наглядности. Конечно же, в серьезные походы с такой посудой никто не ходит. Это для примера, чтобы показать, как пользоваться таким костром. Итак, как же делается этот костер? Два бревна, два конца соединены вместе, два конца немного разведены. Степень разведения зависит от ширины ваших котелков. Далее, либо по всей длине, либо в каком-то одном месте, в зависимости от количества посуды, разводится костерок из веточек сучков. И здесь, как на варочной поверхности, готовится себе пища. Возле этого костра не очень тепло, он по бокам закрыт. Инфракрасное излучение идет в основном наверх. И использовать его в сильной холода для обогрева, это одновременно с приготовлением пищи. Ну, конечно же, не очень целесообразно, но можно. Позже я покажу, что можно сделать, чтобы возле этого костра можно было еще и погреться достаточно неплохо. Для удобства можно ближнее к вам бревно с одной стороны немного затесать, чтобы ставить сюда кружки какие-то, чашки, разливать там суп, кашу раскладывать, чай по кружкам разливать, чтобы они не падали. Можно этого не делать, можно поставить и на землю, точно так же ничего страшного не случится. Я, для примера, одну сторону затесал, чтобы показать, как это делается. Еще один момент. Грение этого костра в щели между двумя бревнами достаточно умеренное, спокойное. Необходимо четко разделять два режима, когда вам надо быстро вскипятить воду в достаточно большом объеме, ну, скажем, 5-7 литров, 10, и затем поддерживать небольшое кипение для приготовления пищи. Это все-таки два разных режима. И сначала необходимо добиться быстрого закипания воды, и затем переводить костер в спокойный режим, чтобы в ваших котлах, как в воду, не булькало, не кипело, и за края не выплескивалось ничего. Что можно сделать для того, чтобы горение было достаточно интенсивным для первой стадии, когда нужно вскипятить достаточно большой объем воды. Можно сделать следующую штуку. Берутся два бревнышка и укладываются поперек бревен. Чтобы эти бревна не катались под котелком, можно одну сторону у каждого бревна затесать. Затесать достаточно одну сторону, которая касается одного из бревен. Две стороны затесывать не нужно. Этого вполне достаточно, чтобы бревно не шаталось. с затеской, без затески. Это в дело пойдет. И затем на вот эту площадку ставится котел. Смысл в том, что без этих двух бревен котелок стоит на этих двух продольных бревнах достаточно низко. И здесь поддерживается горение, в основном, угольное. Температура угольного горения, я напомню, порядка 600-700 градусов. В то время как высокое пламенное горение дает температуру примерно 1100-1200 градусов. И вода на достаточно высоком пламени закипает гораздо быстрее. Затем, когда вода закипела, бревнышки убираются, костер переходит в режим угольного горения и спокойненько, управляемо горит. Суп, каша потихонечку булькают. Все под контролем. Ничего не сгорит, не убежит. Сейчас зажжем костер и в порядке экспериментов скипятим котелок воды. Что-то пожарим на сковородке. Чай в маленьком котелке приготовим. Ну и потом, попозже я покажу, как возле этого костра можно неплохо греться. Ну вот прошло 14 минут. От пустого котелка, когда я начал туда снег закидывать, до момента закипания. Очень быстро на такой конструкции проходит вот именно эта первая фаза кипячения воды. После закипания воды бревнышки эти можно убрать и перевести костер в спокойный режим, когда мы будем управляемо готовить на нем пищу. Эта конструкция еще вот удобна, чем здесь. Ну вот с моей стороны такое же отверстие, конечно же там, да. Вот здесь что сбоку, что с этих сторон. Очень удобно подкидывать какие-то сучки мелкие, для того, чтобы поддерживать там это интенсивное пламенное горение. Сейчас я большой котелок уберу. Мне эта вода не нужна. Я ей потом посуду помою. А в этом маленьком котелке сделаю чай. Рядом сейчас поставлю сковородку и приготовлю себе покушать. Сейчас здесь будет поддерживаться между двумя этими бревнами спокойное такое тубольное горение с небольшими языками пламени. Количество тепла здесь можно легко регулировать, сдвигая угли в ту или иную сторону. Ну и что-то подкидывая, если надо добиться более интенсивного горения. Вода в маленьком котелке скоро закипит. Я не буду сейчас ускорять вот эту стадию закипания, потому что для такого количества воды здесь где-то, ну, литр 200, может быть, чуть побольше. Достаточно и такого количества тепла. Что же, вот и здесь вода закипела. Плавает там, конечно, всякого. Но, как говорится в старой лесной поговорке, все, что плавает, это витамины, все, что тонет, это минералы, а все, что шевелится, это незаменимый источник протеинов. Поэтому ничего страшного в этом нет. Пока в котелках закипала вода, я тут подзамерз, если честно. Но я уже говорил, что возле этого костра не очень тепло. Сейчас я покажу, как этот костер можно перевести еще и в такой тепловой режим. Не весь, а частично. Все уже и так догадались, чтобы перевести этот костер в тепловой режим, необходимо здесь, над сведенными концами, положить еще один отрезок бревна, и вы получите мини-надью из трех бревен. Напротив нее можно сесть и достаточно неплохо греться. Пока заваривается чай, я так и сделаю, потому что я что-то уже подзамерз. Здесь разводится небольшой костерок, и на них сверху укладывается бревнышко. Можно положить те же, что горели здесь поперек, когда кипятили большой котел. Можно, чтобы потом никуда не ходить, положить что-то посерьезнее, потолще. Вот у меня такое есть. Я его сейчас сюда сверху помещу. Минут через 15 от этого участка, отопительного, придет хорошее тепло, а здесь можно будет продолжать что-то готовить. И таким образом, вот этот костер, плита, очень удобно. У него есть сегмент для обогрева, есть сегмент для жарки, готовки. Здесь можно сделать такую шашлычно-мангальную зону, что-то пожарить на прутиках или на шампурах, если у вас есть. Очень удобно, многофункционально. Чай попил, погрелся, отопительный сегмент, плиты работают нормально. Такая мини-надья, греет очень хорошо, но как и положено ей греть. Сейчас снова между бревнами разведу огонь. Очень хороший пример. Как только перестали гореть сучки между двумя этими бревнами, костер сразу же затих и снова ждет своего часа. Как только нужно опять что-то приготовить, накидали туда каких-то вот веточек и снова плита заработала. Музыка. 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 Костер работает. Отопительный сегмент возле него, сидя очень тепло. Здесь на сковородочке очень спокойно, управляемое тепло. Здесь котелок с чаем постоянно подогретый на грани кипения. Очень удобно. Всем рекомендую. Очень практичный, удобный костер для приготовления пищи. Позволяет как быстро воду закипятить, способом, который я показал, с двумя поперечными бревнышками. Позволяет погреться, позволяет в спокойном режиме что-то сварить или пожарить. В общем, управляемо, предсказуемо, очень удобно. Этот костер многоразовый. Как только здесь, между бревнами, перестает гореть подкормка, он затихает, и затем снова можно очень быстро его перевести в рабочий режим. На этом все. Как всегда, увидимся в лесу. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова